Не касается Телефон.ру, достаточно большие задолженности, то есть речь идет о полутора миллионов долларов, ну или вот как в случае с Телефон.ру, около 20 миллионов долларов. Мы занимаемся взысканием задолженности с группы компании «Банана Мама». Речь идет об астрономических суммах, около двух миллиардов рублей. Рейдерс там здесь и не пахнет, потому что мы не покушаемся на бизнес, мы просто хотим вернуть долг, после чего сразу же исчезаем. Хотите, скажем так, выплатить, мы рады. Не хотите выплатить, попробуйте обезопаситься. Но на самом деле обезопаситься здесь нельзя, потому что слишком много вариантов воздействия. Не удается договориться, но мы начинаем оказывать данного рода воздействие. Как правило, после двух-трех нажимов, долгник соглашается во внесудебном порядке погасить задолженность. С подобным психологическим прессингом не все должники в состоянии справиться. Криминальные сводки пополняются случаями попыток суицида в Москве и других регионах. В столице 29-летняя мать-одиночка решила свести счеты с жизнью, узнав, что из-за кризиса ей вдвое урезали зарплату. А в Санкт-Петербурге сразу двое бизнесменов покончили с собой. О том, как сохранить психическое здоровье в условиях кризиса, Инфокс.ру рассказали в Институте судебной психиатрии имени Сербского. Группа риска – это люди, которые слишком ответственны. Ответственны перед своими близкими, перед своей семьей, перед своими компаньонами, которые высоко социальны. Если ты не можешь исправить ту ситуацию, в которой ты уже оказался, и от тебя ничего не зависит, ты должен эту ситуацию принять. Нет вариантов. Те, кто теряют работу, надо идти на биржу труда. Это первое. Это обычное, вот так скажем, не теряться, что нет работы, нет жизни. Дело в том, что сегодня, ну так скажем, рабочих мест, правда не очень квалифицированных, или совсем не квалифицированных, все-таки очень много. Водители, рабочие заводов, фрезеровщики, электрогазосварщики, строительные рабочие большим спросом пользуются. Но, к сожалению, мало народ идет, очевидно, либо устроены, в основном приезжие идут и устраиваются на эти вакансии. Ну, зарплаты там бывают разные, допустим, от 15, бывает и 40 тысяч, и 50 тысяч. Затронулся вопрос людей с предпенсионным возрастом. Вот этих, конечно, стараются их в первую очередь, так сказать, высвободить. Целый Макдональдс вообще закрыли. Там больше 200 человек в этом Макдональдсе сотрудников, и я смотрю, и генеральный директор в том числе. Значит, полностью закрылась и существовать не будет. Особую тревогу среди тех, кто потерял работу, вызывают нелегальные мигранты. Основные крупные стройки заморожены. Очень много людей, которые на них работали, это люди, приезжие из ближнего и дальнего зарубежья. Они являются потенциальной угрозой для общества. Если бесконтрольно на 1% увеличивается число мигрантов, которые без работы остаются, то, как правило, в регионе преступность подскакивает до 5%.